Наверное, так уже у меня в голове. Стоит их игнорировать. И в любом случае у IG драфт получше, хоть они, команда, наверное... Ну, я бы не сказал, на тир слабее. Ну, наверное, полтира слабее, чем мастер. Или как считаешь? Не знаю, мне кажется, IG, несмотря на такие известные имена, сейчас очень слабые. То есть я вспоминаю прошлый цикл, и эта команда могла оказаться вообще вне дивизиона. Там, знаешь, вот эта история, которая сложилась с всякими 3-2-2-челами, мафией и все остальное. То есть... не знаю. Ну окей, ну окей. Ну да, не, ладно, возможно, стоит как бы отдать должное Астер. Они реально очень хороши сейчас на фоне всех остальных команд. Ну да. То есть смотри, IG вроде заняли топ-3, но там, по сути, одно поражение, и одна победа у нас отнимается, да, и прибавляется поражение. И команда уже была бы там на грани зоны вылета. То есть в Китае там все очень ровненько раз за разом идет. Вот, поэтому нет. И в этом матче я вижу... Знаешь, не то, что никто из геймек, я очень, наверное, верю в Астер сейчас. Я думаю, многие, кто заходят на трансляции, смотрят за Астер, очень много веры в Сумаила, что ребята так круто играют вместе, что не чувствуется никакого барьера с разницей китайского и английского языка. Мы понимаем, что тяжело подстроиться игрокам и выучить язык там до мажор или до инта. На каком-то даже базовом уровне это будет невероятно трудная задача. А тебе ведь нужно еще и в Доту играть параллельно. И ребята, если не ошибаюсь, должны вот сейчас уже в ближайшие дни после окончания DPC вылетать в Европу, чтобы играть в Dream League. То есть тебе не получится играть из Китая. Ну это серьезный стресс, так сказать, для организма. Да, и как? Знаешь, уже я могу предугадать героев, которые будут примерно. Внизу будет какая-то Цемочка вместе с Медузой, либо Котл. Скорее всего, Котл, возможно, даже плюс Цемка. Или Котл Саленсер. А для Астр будет просто VR для Сумаила и какой-то Ласпик для Мане, например, Морф. Или, ну, посмотрим, может МПЛ какой-то, может Антимаг по заходу, но Антимаг вроде как в бане. Так что пока мне нравится, как выглядит Медуза Спиритбрекер внизу. Я не знаю почему. Я вижу вот эту Медузу, я вижу, что Брекера тут не останавливает. Это он сам бежит на агроменном спиде на всех фронтлене для Медузы. Медуза тоже как бы впереди, очень тяжело ее убить. Ну ладно, посмотрим, что возьму тай-джи. Мне кажется, Котл Саленсер оптимальный такой вариант. Или Котл Дизраптор, что-нибудь такое. Ну хотя бы Медуза появилась. В прошлой серии у нас Медуза была проигнорена... Ти-12, Ти-5. Да уж, да уж. Ну да, я, знаешь, вспоминаю Сумаила, ведь и правда все начиналось у нее именно в Китае. Именно в рамках вот этого еще турнира, который соревновался с Интернешнл. Призовой там на Даке был порядка трех миллионов, по-моему. В тот момент Интернешнл был, наверное, около десяти. И тогда 15-летний Сумаил смог забрать и Дак, ну и впоследствии Интернешнл. Я не знаю, я не уверен, что есть китайские игроки, которых любят так сильно, как любят Сумаила здесь. Это, конечно, феномен. Я думаю, какой-нибудь папарацци тоже такой обожаемый всеми игрок. И Флай, мне кажется, тоже. И Флай просто он не появлялся уже давно на публике, да? Он же все время из дома играл. Поэтому, возможно, мы не видели каких-то там блокатов, лозунгов и так далее, да? Ладно, немного я не угадал с драфтом. Тут все-таки Саленсер Бремастер. Пятерка Спирит Брейкер, судя по всему. Вот, и неожиданно, но прикольно тем, что Пуржит, Шилд, Павис и Глиммер все вместе взятые, так сказать, Бремастер, да? Своей пандой вот этой. Можно купить даже какой-то Аганим, чтобы было два Пуржа. И на самом деле мне нравится этот выбор, потому что не очевидный, как бы, прикольный, прикольное использование Брю. Ну, именно, прикинь, ты вот, вот стоит какой-то кор, любой, ну, допустим, Джаггера. Ты с него снимаешь Павис, Шилд, Эмпауэр и Глиммер. Все сразу снимаешь и под глобал просто убиваешь его. Мне кажется, это круто. Джаггер, мы с тобой о нем сегодня говорили, но вот как-то до этого героя редко руки доходят на прост-сцене. При этом мы матчмейкинги можем видеть на высоких рангах этого героя. Причем сила Джаггернаута, как думаешь, почему команда выбрала его здесь? Да потому что БКБ сейчас не очень. Блэйт Фури дает очень много всего. Вот, плюс Диффуз Герой, да, плюс Падем Павер. Линия с Личом против Брю всегда был. Джаггер хорош против Бримастера тем, что он просто его закручивает. И опять же, Лич, Джаггер, наверное, одна из сильнейших линий в доте, потому что, ну, знаешь, огроменная синергия. У тебя есть и Шилд Крутилка, вот это, да, то, что у тебя и физика не проходит по тебе, и магия. Вот, у тебя, как бы, ну, огромная комбинация вообще в принципе по героям. Есть, как бы, и Стану Лича, ну, плюс под Эмпавер и, не знаю, по-моему, очень хороший выбор Джаггера. Мне нравится. Именно, если он будет собираться Манта Диффуз как-то так, то хорошую конкуренцию составит Медуза. Верно, Эмпавер в бане. У нас остается ведь десерт герой для Сумаила, ведь Шторма забанили на первой стадии. Вот настолько Сумаил этого героя показывал в недавних матчах на первой стадии, что команда не готова этого Шторма контрить, проще просто забанить. Остается Войт Спирит. Верка Войт Спирит. Ну, Верка, я не знаю, я не хочу Верка, я вспоминаю Верку от Сумаила. С другой стороны, здесь... Слушай, а Магрус Мид не ходит вообще? Ходит, ходит, ходит. Просто вкинуть идейку. Конечно, ходит. Против какого-то Войт Спирита или против какой-то Верки он вообще с кайфом пойдет в Мид и не обломается ни разу. Поэтому должны как-то IG подумать об этом. Видишь, банят Виверну, в принципе, думают о том, что, скорее всего, остался Мидер у Астер. Если сейчас забанят еще одного мидера, то они почти уверены, что Магнус пойдет в воплэйн. Да, Панга, хороший бан против Медузы. Я сейчас думаю, почему они его не берут? Вот решили оставить Магнуса на Флекс. Я думаю, так в драфте как-то поудобнее выглядит, да? То, что у тебя есть Магнус, который ты можешь отправить куда захочешь в случае чего. И как-то кого-то где-то контрпикнуть. Осталось 10 секунд. Ну что, Войт Спирит? Должны Астер, по идее, его банить, если не хотят сами взять. Если нету какого-то у них плана четкого. Мне нравится Хускар для Астер. Ну, тут, конечно, зависит от специфики, кто в миде окажется у IG. Но мне такие идеи в целом нравятся. Да, задумались. Астер. Ну, вот представь, появляется Войт Спирит. И против него приходит Хускар в мид. И, как бы, что делать? Там, этого Хускара под каким-то... Ну, ладно, все-таки банят Войт Спирита. Что для IG? Остается какой-то пак. Словить его достаточно сложно. Против Джаггера вроде более-менее неплохой герой. Но не хватает станов, не хватает какого-то фоллапа вот под этого спритбрейкера, который бежит, да? Надо кому-то играть в дозу. Пока не вижу, кто будет играть в доту. Может, какого-то клопа будет, или... Не знаю даже, кто остается-то. А Пангольер еще в игре остался, на удивление. Бетик? Или нет, Пангольер нет. Бетик остался. Вот, кстати, да. Кстати, ну... Ну, сразу клопу получаешь в ответ. Поэтому ты не можешь его вот так вот взять. Да, да, да. Ну, тут надо что-то универсальное брать. Появляется Виндренджер. Эмо хорошо себя показывал на Верке. Все игры, которые я смотрел, у него был отличный старт. Он всегда хорошо ставил линию. Всегда у него там был счет из разряда 7-0, там, 5. Постоянно он присутствовал с командой. У него был огромный творец. Потом, конечно, по игре. Сама команда IG немного терялась. Они понимали, что делать. Ну, так выглядит стандартно. Самаю улыбается. Видимо, он что-то знает, что ему пикнет сейчас. Самаю уже как бы ввел эту Верку немного. Я думаю, что он что-то понимает, что-то знает. И сейчас что-то такое пикнет, что прям очень жестко закроет эту Верку. Я думаю, можно Магнус Амит отправлять просто. И... Не знаю. У меня тут какой-нибудь... Вот, если бы это была команда, которая идеально исполнит, я бы тут подумал на Шидал Демона на Воплэйн. Ну и Квопа. Все равно Квопа. Все равно Квопа. Да, Самаю был настроен, похоже, еще до пика Верки. Изначально на эту Квопу. И приняли, ребят, решение, что Квопе... Так ли хороша здесь Квопа? Вот давай просто оценим с позиции. Есть Спирид Брейкер, который все равно на тебя бежит. Ты не можешь уйти на блинке никак от него. Есть Глобал. Идеально ли это пиквел? Ну, слушай, линия точно у Самаюла будет неплохая. Хотя Верка сейчас, мне кажется... Если это не Шторм Штормер, то он может нормально постоять. И самое главное то, что Самаюла убивать проще, чем убивать Самаюлу. Да, то есть есть Чарж. Есть Глобал постоянный, да. Есть Шекл Шот. Куча станов. Не знаю, мне не нравится Квопа. Мне кажется, тут исключительно от скила Самаюла будет все зависеть, да. От того, как он поставит линию. Как суппорты под него опять будут двигаться. Будут ли они какие-то меры предпринимать против суппортов IG. Вот. Но в целом, мне кажется, Астра должны забирать именно не за счет Квопы, Ласпик. А просто за счет Джаггера. Потому что здесь он нереально крут. Вообще. Да, Верка считается хорошим героем против Джаггера. Потому что рано или поздно ты покупаешь там МКБ, Аганим и за ультимейт просто на любой стадии игры этого Джаггера можешь убивать. Ну, тоже не знаю. От Мане зависит, как он сыграет, как забилдится. В принципе, Монта, Дефуза, может быть, Скади, МКБ, что-нибудь такое. И Верку сможет пробивать, и Медузу с бабочкой. Не знаю. А тут от исполнения, знаешь, если давать какие-то предикты, я бы сказал, 50 на 50 абсолютно равные драфты. Хорошие, нет какого-то героев, которые руинят эти драфты. Все стабильно, все круто. У всех команд есть идея. Посмотрим, чья идея будет лучше. И все. Да, при этом, если мы возвращаемся к Квопе, то Сумаилу за последний год не так много на ней отыграл. Порядка 10 игр. И мы можем вспомнить тот же самый ESL, где Сумаил еще был на замене. И там очень много было поражений. То есть, прям, не сказать, что игра особо шла. И в матчмейкинге тоже Сумаилу этого героя не практикует. Поэтому чисто на классе может сыграть, ибо это один из лучших героев в целом за карьеру. Мы это узнаем совсем скоро. Коэффициенты от Бутбум. Мы видим, что Астра яркий фаворит. 1,25 на ребят. Ну и нападение на Медузу. Медуза. Ох, как же жестко. Джаггер раскручивается, и Медуза без маны. Можно ее рассыпать. Даст. А все, Блатфюри заканчивается. Мане решил не идти до конца. Тем самым теряет фею. Потеряет и Мане. 2-0. Тысяча перевес уже. Эмо зарабатывает фраг. Не Ферзблат, но все равно это плюс деньги. Медуза уйдет на базу и успеет еще вернуться с крипами на линию. Какой же ужас. Знаешь, по поводу Квапы. Мне как-то ноу-1 говорил, что Самоил очень жесткий на Квапе. Что это одна из лучших, в принципе, Акаш, так сказать, всего мира. Поэтому я думаю, он что-то помнит, что-то знает Самоил в любом случае. Не зря он Самоил. Ну пока размин для IG суперкрутой. Уже 1000 преимущества. Сейчас еще возьму 3 баунти, возможно. И можно еще и Самоил пробить немного. Заставить качать блинг, может быть. Ладно, нет. Какие? Нет. Но по хп выбить блинг качает Самоил. 3 баунти. Блинг на Самоиле. Килы. Что это? Это просто величайший старт для IG. Мне кажется, такого у них старта никогда не было. Главное сейчас его правильно реализовать. Что ему уже 540 голды. Банка буквально через 3 крипа будет. У Самоила, во-первых, блинг. Фармить немного сложнее. Во-вторых, как бы... У него нет киллов. И нет баунти. Ну, есть король. Король на миде. Поэтому я думаю, Самоил как-то исправит ситуацию. Хотя и правда, да, начало ужасное. Тебе этот блинг вообще не нужен. Иногда вплоть до уровня 3. Ты его не качаешь. Так что по первым минутам будут проблемы. Ух. Ну, тем интереснее будет смотреть. А то мы все. Астр, астр, астр. Астр, молодцы. Хотя ты по драфтам сказал 50 на 50. Я вот именно знаю, что вне драфтов. Просто в целом в команду астр больше верю. Ребята... Слушай, а ребята карты-то отдавали? Я пытаюсь вспомнить. По-моему, астр вообще ж не проигрывал. Сейчас скажу тебе. Нет, одну карту отдали. Могу даже сказать против кого. Экстрим гейминг отдали. Вот так вот. Ну да. Ну да. Ну то есть такой противник прям серьезно. Хотя ладно, IG это тоже команда, которая, я говорю, еще и может и на мажор попасть. Две команды замотивированы. Астр за топ-1. IG за потенциальный... Ну, вполне реально мажор. Нужно просто побеждать. Сейчас не самых простых противников. Спиритбрейкер вводит. Две пачки крипов. Ох, как много тут. Экономики для Брюмастера может доехать. Выходит Лич. Лич и Курьера чуть не потерял. Брюмбрейкер. Чарж. Полетели на Лича. Они хотят его убить. Брюмастер сейчас клэпнет. Кровавая граната, возможно, еще будет в запасе. Нет. Не-не, как-то... Все. Просто забирает пачку за собой. Смотри, что вообще происходит. Ну, плохо. Плохо. Тут IG могли так линию классно поломать. И получается... Все не так. Удачно для Брюмастера. Пачка-пачка умирает. Посмотри, подвышка идет. А-а-а. Да-да-да-да. Лич бежит за ней. Хаус стоящий. Да, не очень приятно Джаггеру. Вот это все, что происходит. Потому что в любом случае, линия пушится будет на Брюмастера. В любом случае. Вот эти... Все, пауза. Сильд пауза. Тильпассион жесткий, мне кажется, у команды Астр. У них все идет не по плану. Максимально не по плану. То есть... У них было что в уме? Самаил выиграет мид. Он уже его не выиграет, учитывая старт Эмма. Я могу это с уверенностью сказать. Там какой-то соло-кил вряд ли произойдет. Потому что, ну... Обычно ты на Клопе выиграешь из-за того, что ты как-то выигрываешь трейды, да? И там до того, как Ботл приехал в Р-ке, у тебя уже он есть. Что-то такое должно происходить. Этого не будет. Эмма уже как бы... Имеет... Давно банку. Еще ему что-то едет сверху. Поэтому он с учет судьбы будет хорошо. В боте у Бремастера, который должен был страдать, идеально пивай дабу ее. Просто пули в пачке. В итоге у него будет фри линия, да? И в топе, не знаю, Медуза, фу-фри. И если даже как-то могут ее убить один раз, она в любом случае будет огромная. И все не по плану идет у вас. Все не по плану. Видели мы... Видим атаку на топе. Селансера могут убить. Селансера убивают. Задавили здесь вразмен на фею получилось. Но хотя бы первый фракт для командастер. Напомним, друзья, про оновстор. Магазин с крутой одеждой. Кликайте на баннер по трансляции. Выбирайте, что вам нравится. Приходите к ребятам в магазин в Москве. Ну и также промокод обязательно используйте. Дота 2. Получится кик-как в 20%. Эмма еще и ботлтуза будет. Ну, короче, эмма еще и обмазывают по полной. Сумаила обмазывает. Точно нужно... А ты видишь, что нажал? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Что это? Это троллинг просто высшего уровня. Да, ну, побокол улыбается, молока покайфует. Все, ну да-да, такая такая. Не, ему уже просто надоело. Рефились ботл по-обычному. Так он решил. Затроллил чисто, да? Да, да, да. Гайш. Ладно, руны 30 секунд. Должны супорты играть под эти руны. немного проще играть в этом плане айджи потому что есть всегда спирит брейкер ты просто нажал чаш на квапу тебя даже на руну как бы не надо идти в любом случае за контролем и все будет четко при мастер вот делает полностью вангуар да я не уверен он все обычно я вижу у брю мастеров с урнами с какими-то вот что-то подобное так ну что м а берет рун в боте спокойно а чё тебе не нравится вангард и жопаешь потом и вакторин то же самое на премастер мнение мне нравится я просто всегда видел урну какую-то да вот под это пиво если она активируется а тут можно вроде как на лечение большую джорку даже устроить если очень сильно постараться но не качать на пиво вообще в принципе такой играть в жир что просто его не могли убить в принципе она тоже правильно конечно мы много говорили что ох как сумаил плохо стартует уэма есть враг а в итоге на центре равенства но фейн держится в целом неплохо а если натворцы включить там все будет иначе ну да танго вижу приезжают до 602 300 должны прав ты прав по расходникам все его намного печальнее это же еще килл и там и ассистовая мы там как бы он пришел с бонусными просто 300 или 4 350 голды где-то у него было ну что в боте немного у джаггера я бы не сказал что он full free farmer он теряет много крипов в любом случае хорошо вот манипулирует крипами команда и джи мне прям нравится смотреть на эту пиво и w в это принципе такой игрок и наверно одна из лучших четверок китая по моему мнению недооцененный очень он тоже не особо приятно медузе но медуза 2700 это фб фб и от 2 ассиста нереально кайфует даст нам она и разгон сразу же щит развернуться хочется и разворачивается ведь кровавая граната спиртбрейкер присасывает личи и спиртбрейкера может быть зря она не пошел до конца вот запасе а так не факт что уже уйдет стики остаются обошлось повезлом она повезло мог и в таверну отвалиться руны 10 секунд супер важность супер важно за контроль трудно для сама его потому что если руна не будет он пойдет на базу бабок опять не реферит банку и как будто бы они не успевают на руны и только они атакуют суба и он теперь точно на базе живет 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 м очень странно ему вроде видео ту вот на варде но побежал просто вниз в итоге мы тоже пойдет на базу ну кей вроде как есть баунти можно от пицца съесться нормально но с моим нужны скотилы брю мастера ты не хочешь дам ведь у него уже скоро 6 уже есть в игре есть и какие-то я думаю не хватит просто урона банально можно попробовать убить минуту sonic wave с глубокой вместе ладно сейчас луна xp появляются мега важно похоже ничего интересного не будет в рамках контроля просто просто сместятся с одной стороны хотя нет я вижу сайл сир пытается прийти на топ то может быть будет веселуха вы же можете удвоить свой первый депозит на подбум промокоде 53 при регистрации просто и увидите и сможете получить бонус очный отбуд бум как-то немножко неуверенно решил здесь заносер не видеть просто смог и не размениваться может быть зря жакал плохо но в поеду ходят даже на базу не придется топать фокус фаер вспоминку кд в любом случае 2000 перевес а медуза большая пока один из худших стартов команда астрактора чем увидели по ходу у этого дипи 7 на это все из-за вот этого смака неудачного вот серьезно я уверен все по-другому что я прям я просто уверен в этом так чашку до чаш на кого пиво и дабы всего 3 лэбла потом нужно будет набирать не наделает ничего у вас ворд не надо что ли сами ну нет соника не убьют они пивой дабы уж не вкачал sonic еще с моим играет на фарм ну главное здесь не умирать да как-то фармить аккуратненько что пока держатся ребята ибо из той строй стороны перемещается массово саппорты я думаю что джаггер уже 11 мастером вполне стоит манглус вполне вероятно также не страдает и на при фарме находится дома груз мы видим по фарму как какой группе смотрел как бы там агрус не начинал плохо хорошо все равно там 10 минут у него будут классные показатели по уровню по крепстату манглус уже и лес фармить и за тавром фармит в общем фармит так быстро что скоро медузу догонит по всей видимости выравнивается выравнивается ситуация вроде джаггер да где-то поднабрал и магнуса уже не остановить этого а магнус он еще скоро пойдет таким по медузы забираете в будущем будет неприятно даст там стоять на что будет как-то чтобы кто-то пришел кто-то убил а что в р к придет в р к просто и урона банальный такой charge прохладный я бы сказал можно уже играть в принципе наверно под брю мастер в боте потому что есть так же вышка падает мега важно что не заметили с тобой ну как-то джаггер одиннадцать при мастером стоял ты не ожидал что вышка упадет уже ты не за дефать все надо уходить прошел конечно выиграть несколько секунд неужели драться хотят м а м а тоже прилетел вот но не я не верю не веришь на страницу везут личь шекл убежать некуда прошел да нет выигрывает время также праймал сплит зачем эти телепорта я очень что делать команда star табор на 100 хп ребята нажимать телепорт и идут видеть знаешь какие-то вот мы с тобой хвалили astor что они очень хорошо играют но ошибки вот сейчас детские серьезно прям детские ошибки которых вообще не должно быть ладно там личи умер до которых расшилд кидал на бабок это куда теперь как но у него уровня нет в итоге он сейчас без тпшки четвертый уровень суппорта не сказал бы что спирит брейкеру как-то это критично хотелось бы конечно 6 понятное дело как и сайленсиру но сапом а старых не получить леву поперунами за самую заберет теплой дабы и чарджет но ничего не произойдет здесь медуза 5 600 джаггер 4100 уже отрыв серьезный делают листаки на двойке а и джей вот тоже важный момент будет ли медуза забирать будет ли медуза мега огромный что-то имеется все-таки сайленсер хочет xp но не дает эмо ему поставить миди покачаться надо как-то в лес идти в эрке уже под 6 сайленсера можно делать кивы причем на всей карте абсолютно и джаггер умрет и какой-то и квапу можно убить даже под лобов поэтому критично критично здесь сайленсер дать кисплей пока вот стакает просто сайленсер видимо хочет медуза забрала стаке он получил 6 план план хороший делать на карте нечего так это говоришь линии тебе фармить не дают никакие поэтому я думаю эта игра будет очень долго идти это и другая команда в целом настроена на парам ну и конечно джаггер с магнусом с бфм под эмпауэром опасное оружие в тимпайте там этот эмпауэр сплэш будут разносить при удачном рп очень быстро увидим возвращение командастер пока конечно стаки фармится только со стороны айджи преимущество уже в 4000 к виду поины лич в атаке и ребята выходит массово на топ у нас таков много и стоит с другой стороны в целом простого и джи уже есть возможности сети стаки фармить вот так вот нам джаггер принципе тоже может но он хочет сейчас этим заниматься хороший выход от астер попытка убить какого-то пилой до бою чтобы у меня плюс 6 плюс забрать вышку классическим скал макрамов но опять же суппорты вот стоят и кого-то эту вышку 4 ладить 4 удар пил 12 минут это очень мало это вообще не уровень это на стадии ленинга минуте на 5 можно быть четвертым ты помнишь рад панда сегодня играл у него был 6 левел на 8 вот с алистер 6 принципе можно нажимать смоки подозже global с каким-то спирт брейкером возможно или ждать уже нападение от самих остров потому что у остров сегодня очень гладко идет они не хотят просто парни вы перефармливают они не проиграли линии думаешь остров не хотят просто фармить почему вообще нет потому что ну они как бы уже проигрывают просто фармя и вряд ли тут вот битва за стаки никакого глобала пока ребята могут просто зарпать ну вот не знаю готовы ли астры идти драться сейчас за эти стаки минуты нет ультимейта у медузы манта пт-1 сапов нет уровня как драку сапов и дано будет бедлом бы хотя бы и все стаки и астры здесь ну а там бы ты проблема вот об этом мы с тобой поднимали этот вопрос пару минут назад что айджейс способу этот стаки фармить быстро теме дуза там в конце концов от астрому магнус под на пауэром как-то не очень быстро все происходит джаггер не смещается самым то стаки даришь но у джаггер приближается своего не знаю а мне кажется стричь могут максимально играть аккуратно может даже какие-то товара давать то просто продолжать фармить и по темпам это джаггер и магнус грузи уступать не будут можно единственно сумма и лайнера в таком темпе играть ему не по кайфу 0 0 0 100 так хочется убивать вариантом на это просто нет ну будут под этого рау них тогда он решает так и такой выбор сделать но в любом случае до джаггер ходом пауэром потуху рядом будет парни очень быстро пилой дабы делать странные мувы просто пройти мэйт ну ладно вышка меди падает это хорошо для джи могут они захватить вражескую сбойку ничего им там не сделать путь отбирать фарм пластера они не хотят чтобы джаггер парнил этих им что поваром в принципе правильное правильное решение мне нравится почему-то банит бремастер сам себе кем с ними друзья окей ладно медуза отправит просто манту на пачку наверно улетит куда-то но обычно знаешь по таймингам такой медуза игры что может быть я и джи будут парме долго но вообще минута дофармлив бабочку и в такие моменты идешь давить даже давить что противника на базу выход он не слышь что происходит что происходит вообще ман и раскрутился шекл все равно проходит ман и чайник джаггер умирает от пан можно идти дальше принимает леча вешается фрошилд пытается лечу бежать чардж пока в gd я чаш появился минус 2 рп мы не увидели хотя признаюсь честно я вообще не полку дастов пошли куту не слышь в джаггер один бф какой мне слышу чем виду зачем бы ну да странно соглашусь соглашусь с тобой ну она не понимает что у них отбирают фарм за свой парам нужно бороться просто так тебе его здесь не дадут в этом ты прикол вот идет медуза фармит твою двойку она вражескую двойку из ты пойдешь ты это будет ну слишком агрессивно ты во первых у тебя пушится линии там потеряешь power какой-то да надо принимать грамотное решение вот хорошо ман и действует то что фармит вот эти вот кимпы слева плюс пойдет запашет запушит линию и возможно пойдет вот глубоко будет и шайку какой-то pipe между прочим убрю дэмэджа вообще сейчас не будет нам разбирает даст первым номером играет айджи я бы сказал довольно успешно их игра не выглядит бог вот серьезно смотришь на жизнь смотришь как играет хорошая команда сейчас по крайней мере метку еще не складывается при этом самое удивительное что все началось как ты уже несколько раз началась просто с неудачного выхода чужой лес все а если ульт мане просто умер просто дали герою просто как крип и это медуза еще даже без бабочки то есть только игл сон куплен в общем конечно я думаю в интересах и джут по такой игре уже реально оставить эту джагер чтобы он на базе сидел чтобы не мог выйти и фармить в целом то есть дальше давить эти товара заметили полный дабы и будет погибать даже есть подожди мне и проклятие доза нет бульдоз я думаю джабы но решил не качает что странно вроде самый долг спал ладно xxs появляется не блин 380 спит нас 25 най джи не сказать что ну хотя ладно как и в принципе я считаю справедливый максимально да пока вот бум перебывается получается мы тоже мы тоже я уже готов перебываться я в этом матче ожидал до драм что будет легко но не легко будет для команды естественно астара они наоборот global не факт что кстати а ластворд а створ сразу же 322 золота плюс 218 для оставшихся игроков команды не туз gaming счет 29 сумаил на квапе вот наши опасения наверно подтвердились с тобой что не лучший пик и и у него статистика незавидная и очень мало игровой практики на этом героя за последний год даже в рамках матчмейкинга потому что сумаил не может вернуться при этом разница сумаила и эмо полнотворство не такая уж и большая на сколько в р к больше делает работа сейчас дан сейчас будет и улуса моего принципе он уже перестанет бояться глобала может какую-то в руку там и улице в случае чего код спирит брейкера который убегает принципе build неплохой ну пора пора астром выгонять свои двойки игроков команда и джинами друзья . если они сейчас не нападут если в нее сейчас нажму pipe это может быть билет в один конец для остров уже диффузов нет ничего нет где находить находить урон пока такой смог я бы сказал максимально безидейный ничего не получили за него хотят айджи пойти на рошана с ддм а а я не сдать медузе у которой уже бабочка да иди я поэтому не верю что астер могут пойти числа творожна драться если по ним узнали ну что вот он рошан смог тяжело даже в узком проходе но очень-очень много мы можем увидеть до конкретно там от магнесса зависит как она рвется феечка терроризм подкрепит этого мы все не видим а и джимов к зате нах играл с этим иди своем так скажу то есть у них предметы позволяют это делать не астер придется надеяться на ошибку все тяжело вот вроде как я вижу как это может произойти с другой стороны я понимаю будет frost shield будет глиф за это время джаггер к вопатам магнус наберут просто под подписчины творца плюс и это будет не то что эти нужно для еще чуть-чуть нарастить преимущество спешить некуда нужно немножко пощемить так сказать команду астер можно забрать просто по т2 товару бабоку кстати вроде как хотят нам купить получится надо успокоиться и вот момент просто закрыта 2 идти дальше может быть терзатели забрать тяжелых дать сейчас астрах кстати делать хорошему в то что пытается сделать какую-то зеркалку тоже пойти на терзателя врага шарды очень крутые что удар вилла что улича максимальных и шарды мне даже больше не нравится эти розочки появляются так глубоко о что я не потерзателя все нормально может паузу это человеку поставить сиамис надо собираться что это такое рофлят суппорты что да и порофлить людям они уже на мажоре как бы да 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 что терзатель есть а горим шарт у сайлансера high ground пока ребята не идут на думаю вопрос реально нескольких минут у медузы появляется еще больше урона после бабочки кристаллисты и доезжает жестко уровень высокого серьезно нужна какая-то кираса я не знаю я видел в мастер ставился кирасу бай решение прикольно именно с точки зрения от того чтобы закончить но сейчас он понимает что ему нужно гоним пурш здесь слишком два xxs гарпун покупает себе они решил не брать бхв тоже возможно немного рискова в том плане что можно словить какой-то global тут уже твердой не дашь хочется наверное такой момент в игре бежит пивай бою на джаггера условно до живется global лично мщет не нажмет террорайза не будет зато можно было бы нажать бкб и рп и спасти своего джаггера но ты не можешь себя снять глупость на любое нападение и же будет успешно просто из того что нет контра инициации никакой нечем помочь лотуса нет и гриб сов не предвидится поэтому ну ладно видимо еще астр понимает что могут пофармить какое-то время каких-то пиков пиков пах выехать ничего не делают айджел сейчас если честно что они тут стоят я бы не сказал что это как-то зажимает на базе команду астр вот на хг бы пойти вот сейчас пойти на хг стянуть конкретно на базу не чтоб сломать а просто чтобы вернули все вот эти джаггер и клапы и дефили дуза будет ломать есть возможность диски верить это опасно осторожней что хайграунд падает фокус фаер это вам уже не шутки зато три башни айджи берутся по серьезному секс поехала медуза а что дальше и все не ребята так мы каши какой-то глиф бакдор пока очень плохо астр делают все ли просто в пустоту без новая пачка подходит полетел чайник по иллюзия по грибам sonic wave убивается айгис но я думаю медузе тоже было выгодно выгодно полностью по ресурсам вернуться поехал спирит брейкера по t4 будет rb убивает спирит брейкера и так и бремастер только банк заставляя для того чтобы все-таки добить хотя бы т3 башню но не самый худший вариант учитывая что моно продолжал качаться р не самое худшее развитие событий целом да но делает моно нули fire я думал будет он кб или какие-то диффуза таким увидим как будто у фури учитывая что у него уже есть магнус команде нет мкб против бабочки странно я бы сказал успевает наорать глобал следом прыжок от джаггера джаггер сайласе работают или вард торг виллу все же потеряли xxs повершот попадает краешком клапни точными stick snake дома груза долетает минус dark виллу плюс доедала суме тузы и снова практически пиковое преимущество у командой g next рошан очень важен очень важен и что где действительно пойдут есть жрп ребят мистер п местом гейза нет глобала один неудачный склювер и все уже не так хорошо вашей игре что даст должен принять решение именно он что другой только не нужно может сказать пока аккуратно push агонимная панда работает иллюзии работают а вот и убивать не собираешься по фанду хорошо минус панда минус иллюзии половина казарма пала как же хочется наверное добрать эти бараки уже закрепить свое преимущество чтобы мид постоянно пушился чтобы получать меньше денег что получали меньше денег тоже понятно не всегда это работает осторожными что пороша на минуту 38 до минимального таймера стоит т2 в бойцы до сих пор но как я понимаю рошан скорее всего скорее всего будет стране дайвер сверху соответственно нужен туда идти команде астр как-то в смоке пытаться занимать территорию с другой стороны вы уходите с базы вам медуза уже бьет хг вы не можете занять ворошана пока а и джи действует круто именно по макро они понимают что им надо делать что им не обязательно сейчас идти к рошану знаешь там вардится и стоять они могут заставлять возвращаться астры на базу за счет того что постоянно пушится линии с моего как же смайл в этой карте пассивен ну что вот он я чем еще говорил после драфтов проблема вроде как и нажимаешь blink а чар за тобой идет дальше но благо у сума его есть вот юл который до этого возможность все же уйти и выиграть пару секунд и спрятаться в туман войны все в порядке 310 310 целом игра получается по счету не очень активная но при этом айджи постоянно навязываю тимфайты 9 процентов дает dota команде астр на 27 минуте по сути вот только-только началась активная стадия мид гейма но и он еще будет в принципе ул т.п. не успел немного не так он должен был сыграть сначала должен поднять себя в его потом а яма тоже свое время не должен был тратить грейпнер на общем интересная ситуация произошла но легкий килл для м а кучей экспы досылки вы много экспы насыпает что джаггер уже есть налетает вопрос зачем он что можно снимать можно снимать венбран можно снимать бульбар с но это урон плюс а беда вы ультует плюс всякие всякие глимер очки там и прочая история тоже ведь на самом деле приятно а что купить слад давай так вот и мкб мкб почему не мкб против бабочки против эрки это же идеальный слот то есть вот уже гоним там уже условно ну так то но так то 0 и fire все же лучше работать против эрки чем мкб согласитесь да не сказал бы но в любом случае у эрки может какая-то появится не знаю линка талант у нее есть потом в скором времени за не то смог пятером от астры кстати на топ под рошана а и джи вообще не готовы абсолютно не готовы я бы сказал что астры просто уходит как они живут вроде все идеально сделали на понимаю что им будет базу спадать страшно страшно да немножко может быть мы увидим еще куда смог 2 ребят все же вот накопили за это время смоков скади сейчас будет удастся и если ему отдать оегис как будто бы он готов он готов заканчивать что эту медузу уже будет не взять под всеми этими аурами под пайпом там глимер будет соляра вроде уже есть у сами сыры тяжело ну рошан легчайший простой для и джи что на хг пойдут или на хг они вот с этими вот артефактами со всем этим не особо какой можно еще попали можно еще форта если ты конечно издеваешься над ребятами то окей а так мне кажется не знаю мы видим что предметы добираются представляем что сейчас магрус вытягивают там ну кенни медузу там возьмем в рку по т4 они убивают легко вообще легко с таким джаггером большим уже что у меня он скорее 9 процентов вызывают улыбку джаггер то есть девять процентов мне кажется дота мишка стороны до оценивает и свой фарм ребята набирают в конце концов уже с аганимом и может быть как раз заход на хэграут это будут главная проблема и джи и задавить эту карту и закончить наконец-то джаггер большой да 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 джаггер большой и факторы р.п. пятерых всегда есть на пятерых ладно троих там двоих не суть я не знаю почему так мало дает дота невероятно мало просто 9 процентов это как будто бы преимущество нашу там 35000 двухсторонних до сих пор между прочим так все происходит странно ну окей ладно это мы на это повлиять не можем мы будем как бы просто смотреть наверное какая джи сейчас пойдут по боту на хэгэ нужен сквер нужно р.п. я других вариант пока не вижу оп медасик попока готов попока готов к длительной осаде и что команда будут обороняться а не было бы магнуса думаю уже расслабились с тобой и ждали бы спокойно вторую карту а так независимо также такого большого преимущества на философский камень тикает медасик работает философский камень есть и удар к виллу то есть денежки потихоньку капают саппорта будут он отворца набирает но нужен магнус нужен хороший врыв нужно затащить даже медузу быстро убить это это можно сделать что эти просмотреть остается на топе по боку он улетает на базу манэ выходит отфармливать крипов пока и ничего не делают ничего потому что м в топе и сейчас просто идеальный момент и скверить медузу эмо нету медуза ул мана если жмется рп полетел чайник чайник очень круто разлетелся sonic wave следом global медузу не убили даже один раз но тяжело тяжело пока бабочку попадать орет медуза потерялись перед брейкера теряет магнуса как драться вот теперь команде астер большущий вопрос маил что за прыжок сумаил успеть не выйти сумаил есть блин прыжок сумаил выходит убивают сайленсера но за это теряют и 3 теряет возможно уже первую линию фокус фаер да это казарма не задефать минус казарма смайл еще один прыжок нужно мкб нужно мкб просто мы видим медуза не попадают пока тяжело до сюда пока тяжело дефать хотя хайграута думаю не без нервов заходили айджи особенно когда медуза полетела а в арки в тот момент еще не было тут джаггер как бы приближается к б до что он может уже купить кончается аегис рп в медузу все мне нажать мне кажется она умирает мкб спокойно является конечно кираса еще сверху у брю брю тоже такой достаточно полезный 0 смертей у него отличная карта для мастера мкб джаггера готова бкб спирит брейкера при мастер дофармливать кираса очень жесткий предмет у айджи появляется понемножку по чуть-чуть сумаила все еще мало у него творц уже выше брю мастера но вот как-то смайл я не пока не чувствую силу в драке даже с появлением аганима что-то изменится там еще через минуту пять с появлением не знаю там уровне 20 как конечно ноль киллов у нашего короля мида бывают и такие игры тяжело-тяжело тут она медуза 57 секунд аегис пойдет ли реализовывать его по верху потому что есть вариант что у него за что 15 секунд аегиса тут резко скьювер любители вот такие команды которые значит имеет таких звезд коллективе сыграть на хайлайт там последнюю секунду дождать пока егис пропадет убить этого даст и тут сразу же камбэк одна смерть медузы сразу камбэк просто я уверен там процент доты изменится на 50 процентов джаггер слот сразу после этого да это все понятно но пока вот как-то добирались до этого медуза покупает тебе хекс медуза полностью готова понятно аганим шарта пт заменить это все можно но в целом медуза готова заканчивать уже прямо сейчас как же интересно посмотреть вот реально развязку развязку этой карты потому что мы так астер подхайпливаем с тобой да мы мы говорим шанс есть шанс есть они могут но то что они с базы выходит мне не нравится прид брейкер поехал налича медуза позиции что можно и затащить сразу же кекс это был авто кекс global магнуса ловят ой хорошая молодцы молодцы да все могу не вернется кекс был куплен совсем недавно то есть об этом xxs даже не знал он мог прокликать момент начала драки но у тебя там одна секунда была не факт что это делаешь падает вторая линия и следом пойдет и третья без магнуса это не комбэк айтс все конец ну хорош даст отличная карта на медузе казалось бы один какой-то там выход в начале в смоке стоя в игре террая щайник в медузе но это уже игра против мега крипов окаменел монет монет на получил хекс медузу получилось убить но уже и без медузы справляются ребята вполне себе результативно выкупается сумейл можно уйти можно уйти по моде айджи они все сделали вся база уничтожена что скоро медуза придет сюда с мега крипами на камбэк а вот такого вот где кстати куда он бежит камбэк а я не чувствую я уверен дота туда невозможного сми крипами вообще никаким образом не у красавцы айджи я удивлен что значит мне кажется к концу цикла все команды уже берутся за голову и такие типы так парни но мы как-то на мажор можем поехать еще может поиграем в доту еще лучше чем мы играли до этого ну ладно давайте что astra rs что вот и я вижу другие команды не те которые я видел когда смотрел ладно веришь ты алексей не 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 уже номер против мегасов нет то есть я верил до мегасов при удачном скивере и все такое но противника крипов тяжело верить просто приставь сюда заходит primal split брюшки медуза бьет сплитшотом там товара и героев одновременно ну как ну под фонтан вытащить теперь надо то есть раньше нужно было тащить по т3 медуза теперь под фонтан может ли вытащить под фонтан магнус медуза ну если медуза будет в районе в трона бегать в нижней стороне туда магнус думал что фармит на безопасной территории чужой точке не тут то было xxs в таверне 50 секунд без него а крипы то уже под выбор магнуса с этой алибардой полетела но понимаем мы наверно кто победил в этой карте все-таки хотя на посматриваем досмотрим на переключаемся в резервную трансляцию сразу же чтобы ничего не упустить этот явно все все приближается к развязки командой g заходит и по топу и по центру медуза на месте магнуса нет снова то есть единственный шанс как-то отыграть от трона будет фонтана извините да заточить у тебя такого функции просто не имеется мане циклоне крипы бьют т4 банды бьют т4 медуза бьют т4 остается голый трон подходит мега крипты шекал ну и команда страда только на базе отсиживаться остается queen of pain умирает сумаил без байбека и конец первой карты и и все что у нас 3 сенсация за день первая карта матча брайт астралия старая карта такая же ты не ждал перформанса бац происходит чудо раба